МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это самый грандиозный проект в истории Санкт-Петербурга. Это сооружение на многие века, а реально даже не грандиозность дела, а уникальность комплекса. Почти 200 лет инженеры и гидротехники работали над его чертежами, а само строительство длилось несколько десятилетий. На него ушли миллионы тонн железобетона, песка, щебня и гранита. К стройке были подключены лучшие инженеры мира. Свыше 50 конструкторских бюро и десятки тысяч строителей. И все это, чтобы спасти город от наводнений. В России таких сооружений практически нет. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Закрыть комплекс защитных сооружений в соответствии с утвержденной программой. ЗАСТАВКА Доковая камера рассмотрена, готова к задоплению. Началось заполнение северной доковой камеры. ЗАСТАВКА 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 Затвор номер один, подхваты вышли, замечание нет. Как поняли, прием. В-2 принято. ЗАСТАВКА 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 В обычные дни эта комната выглядит пустой и безлюдной. Но как только в Петербурге появляется угроза наводнения, она становится главным местом действия. Отсюда диспетчеры могут управлять всем защитным комплексом. А это десятки сложнейших гидротехнических сооружений, каждый из которых является незаменимым звеном в противостоянии водной стихии. Для диспетчеров все 25 километров комплекса как на ладони. 144 видеокамеры позволяют одновременно контролировать каждое звено его цепи. Чтобы защитить город от наводнения, диспетчеру достаточно передать всего одну команду на компьютер. Система построена так, что фактически управлять ее может один человек. То есть один человек может закрыть весь комплекс защитных сооружений. Комплекс защитных сооружений – это 11 каменно-земляных дамб, по гребню которых проложено скоростное шоссе, соединившее Петербург с островом Котлин. Каждая дамба укреплена огромными гранитными камнями. Такой конструкции не страшны даже мощные, по прогнозам синоптиков, удары волн. 10 миллиардов тонн несущейся воды в этой волне, да, и комплекс может быть поврежден серьезно, но он должен устоять, по мнению ученых, и выпринять на себя удар, как морской щит, защитить город от этой волны катастрофического наводнения. Санкт-Петербург за свою историю пережил больше 300 наводнений. По статистике, раз в год вода в городе поднимается до критической отметки 1 метр 61 сантиметр. От этой точки вот уже много лет горожане ведут отчет наводнения. Это историческое место для наводнений в Петербурге. Здесь установлена рейка, по которой определяют высоту подъема воды. Естественное измерение происходит каждый день, и вода колеблется постоянно, застоя практически нет. Пандус, на котором мы стоим, это уже считается наводнением. И вот та вот седьмая ступенька, вот там она видна, это как раз наводнение от 161 сантиметра. Если будет 3 метра, то вода выйдет туда, на дорогу. Ну, про 4 метра я не говорю, потому что здесь будет все затоплено. Три наводнения в истории города официально признаны катастрофическими. Самое сильное из них случилось в 1824 году. Именно эту катастрофу описал Александр Пушкин в поэме «Медный всадник». Поднявшись на 4 метра 20 сантиметров, вода унесла больше тысячи жизней и разрушила более 400 домов. Второе посильное наводнение произошло ровно 100 лет спустя, в 1924-м. Три метра 80 сантиметров. Хотя в последние десятилетия катастрофических наводнений не случалось, вода не раз причиняла жителям города немало неприятностей. На моей памяти было наводнение 2001-2002 год. Тогда я ехал в институт на учебу, и поезд метрополитена остановился, весь вагон высадили, весь состав высадили. Мы шли пешком, потому что станция метро, там какие-то тоннели были потоплены, и прохождение поездов метрополитена было затруднено. И, конечно, картина была достаточно такая неприятная. Это была уже глубокая осень, и мы шли через парк Крестовского острова, и он был весь в воде, он был весь потоплен. Наводнения – одни из самых разрушительных природных катаклизмов. По количеству жертв они уступают только землетрясениям. А по материальному ущербу с ними не может сравниться ни одно стихийное бедствие. За несколько часов вода способна превратить некогда процветавший город в развалины. Например, после затопления Нового Орлеана в Америке прошло много лет, и самая богатая страна в мире так ничего не смогла сделать по восстановлению этого города. Он как остался брошенным, так он покрылся черной плесенью, все затопленные объекты, и он остался нежилым, то есть прекратил свое существование. Вот результат наводнения, причем не очень большого. Причин наводнений несколько. Обычно они приходят следом за землетрясениями и извержениями вулканов. Так возникает цунами – мощная волна на бешеной скорости, несущейся к берегу. Но часто причиной наводнения становятся куда более безобидные дождь, таяние снега и льда. За несколько часов они способны уничтожить все имущество и унести с собой десятки человеческих жизней. Вызвать сильнейший подъем воды может и простой ветер. Сегодня в Петербурге было зафиксировано, можно сказать, юбилейное 300-е наводнение. Вода сегодня поднялась на уровне 2 метра 24 сантиметра, тогда как критическая точка – это метр восемьдесят. Залитыми оказались спуски надережные. А кое-где пришлось даже перекрывать движение, потому как под водой оказалась проезжая часть. В частности, это произошло на набережной реки Карповки. Наводнение в Петербурге происходит совсем по другим причинам. Это уникальное явление, не вписывающееся ни в одну известную классификацию. Влияние циклонов полностью определяет характер наводнения. Поэтому наводнения в Петербурге прогнозируют не гидрологи, не океанологи, а именно синоптики. Только атмосферные процессы показывают, что же будет с положением воды в Невской губе, в Финском заливе и конкретно вот здесь вот в устье реки Невы. Истинная причина бедствий северной столицы кроется за тысячи километров отсюда, в Атлантическом океане. Именно там зарождается циклон, который может принести городу немало неприятностей. Падает уровень давления, вода Атлантического океана всасывается в эту воронку низкого давления. И дальше, куда она движется, эта вспученность следует за вот этой областью низкого давления. Все, может быть, помнят медицинские банки, когда создавали вакуум, прикладывали кожу, и кожа втягивалась. Вот это циклон. Если ветер дует с запада на восток, циклон из Атлантики достигает Балтийского моря. На своем пути он нарушает равновесие водных масс и возникает волна. Вместе с циклоном она устремляется прямо в Финский залив. В районе горла Финского залива, это ближе к Таллину, к островам, очень большое сечение Финского залива, большая глубина. Та масса воды, которая входит в Финский залив, или нагоняется ветром, или приходится свободной волной. Подходя к Петербургу, где уменьшаются глубины, ей просто некуда деваться, и в устье Невы она выливается на город на весь. Глобальное потепление и повышение уровня Мирового океана сегодня делают город на Неве более уязвимым, чем 100 или 200 лет назад. В последние 50 лет в Петербурге случилось столько же наводнений, сколько раньше происходило за 100. Количество подъемов воды растет с каждым годом. Мы видим, что идет постоянный рост уровня воды. И вот буквально за две недели у нас было три подъема, правда, не на очень большой высоты, до метра двадцать. Синоптики просчитали, что при стечении определенных обстоятельств на город может обрушиться невиданное до этого наводнение. Вода в Неве может подняться выше 5 метров 40 сантиметров. Это значит, что под водой окажется 150 квадратных километров территории. Наводнение охватит весь исторический центр, а также 20 городских и областных районов. Будет затоплен метрополитен. Для одного только Эрмитажа ущерб составит более 200 миллиардов рублей. Впрочем, даже эти потери не самые страшные. Вслед за таким наводнением придет экологическая катастрофа. С другой стороны, само море и его природные обитатели получат колоссальный удар в случае, если город был сначала затоплен слоем четырехметровой воды. И потом вода, уходя, унесет миллионы тонн загрязняющих веществ, канализационных стотов, мазута, бензина. И вся эта грязь, которая будет смыта с производственных площадок и территории города, она попадет в Балтийское море. И на десятилетие и столетия будет нарушено естественное развитие природных систем морских. План защиты города от моря и море от города появился еще в первой половине 19 века. В 1825 году инженер Пьер Доминик Базен предложил полностью изолировать Невскую губу от Финского залива. Идея выстроить 25-километровое укрепление была единственно верной, но по тем временам неосуществимой технически. К проекту вернулись только полтора века спустя. В 1979 году в Ленинграде началась ударная комсомольская стройка. В город на Неве съехались сотни специалистов со всего Советского Союза. Огромное количество людей, которые здесь участвовало, количество людей, участвовавших в строительстве, доходило в пиковый момент до 7,5 тысяч человек. В местах прохождения будущего искусственного барьера строители подняли со дна 20 миллионов кубометров ила и мягкой почвы. Вместо этой ненадежной основы дно засыпали песчаным грунтом и укрепили щебнем. Так, постепенно, проходя вперед, они соединили Петербург с островом Котлин, на котором расположен Кронштадт. Вы представьте себе, что на строительство вот этого комплекса использованы строительные материалы. Если их погрузить в железнодорожные составы, то три железнодорожных состава от Санкт-Петербурга до Владивостока. Вот нагрузите их сплошным потоком. Вот это все находится здесь. Это миллионы кубометров завезено сюда и уложено. Спустя 32 года, в 2011 году, защитные сооружения были сданы. Длительность строительства пошла комплексу на пользу. Он достраивался с учетом самых современных технологий, которые три десятилетия назад было невозможно даже представить. Самые последние решения в области гидротехники применены именно здесь. Компьютерное управление, программное обеспечение. Все выполнено в соответствии с сегодняшним временем. Как и 300 лет назад, Санкт-Петербург – крупнейший портовый город России. Практически беспрерывно сюда заходят новые грузовые и пассажирские суда. Если бы дамба полностью изолировала Невскую губу, о судоходстве здесь пришлось бы забыть навсегда. В то же время, если бы 200-метровый проем остался открытым, весь смысл защитных сооружений сошел бы на нет. Решением этой дилеммы стала самая грандиозная конструкция всего комплекса – судопропускное сооружение С-1. С-1 – морские ворота Санкт-Петербурга. Через них в город входят все крупные суда. Другого пути не существует. Но в случае угрозы наводнения судоходный канал преображается. Он превращается в часть дамбы, становится мощной металлической стеной. Два гигантских затвора в любой момент готовы преградить путь на гонной волне. Одна из составляющих судопропускного сооружения С-1 – это плавающий сегментный затвор, так называемые ботапорты. Вот они сейчас хорошо видны, вот здесь вот эти белые, как корабли, это они и есть сами ботапорты. Сам затвор состоит конструктивно из четырех частей. Это ботапорты, опорная рама, вот эта вот А-образная, шаровая опора, которая сейчас хорошо видна там на северном устое, и привод ботапорта, который сейчас находится в ангаре привода. Плавучие затворы или ботапорты. В переводе с французского – судно-дверь. Длина каждого превышает 120 метров, а вес – 3000 тонн. В одном сооружении инженерам-гидротехникам удалось соединить, казалось бы, несоединимое. Ботапорты одновременно обладают характеристиками корабля и подводной лодки, но в первую очередь являются затворами. Закрытие судоходного канала предшествует сложнейшая цепочка четко просчитанных действий. В спокойное время ботапорты стоят в сухих доковых камерах по обеим сторонам канала. От воды они защищены металлическими затворами. Но во время угрозы наводнения в камеры начинает поступать вода. Там, где мы сейчас находимся, все будет затоплено, заполнено водой через водопроводные галереи, где вот я сейчас стою. После открытия плоского затвора пойдет вода до выравнивания уровней доковой камеры и финским заливом. Чтобы затопление занимало минимум времени, к доковым камерам подведены водопроводные галереи. По команде диспетчера вода через них начинает поступать к ботапортам. На заполнение камер, а это 120 метров длины и 10 метров глубины, уходит всего несколько минут. Ботапорты всплывают как корабли. А как только в доковых камерах уровень воды сравняется с уровнем финского залива, затворы открываются. К работе приступают тягачи, связанные с ботапортами металлической штангой. Сила тяги каждого 160 тонн. Они медленно движутся по рельсам и толкают ботапорты вперед. Длина движения этого тягача 141 метр по железнодорожному полотну. И всплывшийся ботапорт он выдвигает непосредственно на ось судового канала. Он дизель-электроход, будем так говорить. Он может в автоматическом режиме работать, и управление им осуществляется непосредственно с центрального поста управления. Как только ботапорты выходят на середину канала, вода начинает затапливать балластные цистерны. По принципу подводной лодки затворы погружаются на дно. Из 23 метров над водой остается видно только 5. Сейчас мы находимся на верхней палубе южного ботапорта. И под нами располагаются балластные цистерны, при заполнении которых ботапорты погружаются на порог. То, что мы видим сейчас перед нашими глазами, это трубопроводы заполнения балластных цистерн. И данная система, особенность данной системы заключается в том, что мы можем погрузиться на порог даже при работе одного насоса. Это обеспечивается этими трубопроводами, которые позволяют распределять поток даже от одного насоса по всем шести цистернам. Вообще всего на ботапорте находится 6 балластных цистерн и 6 насосов заполнения. Чтобы ботапорты выдержали удар волны, они должны стоять на идеально ровной и твердой поверхности. Как и по всей длине дамбы, мягкий грунт со дна канала был полностью вычищен. Иначе массивная конструкция просто провалилась бы вы. Очень мощная железобетонная плита находится, на которой садится весь конструктив. При наводнении ботапорты должны выдержать колоссальную нагрузку. С одной стороны, на них будет давить 10 миллиардов тонн воды. Примерно столько может принести с собой нагонная волна. Но как волна стремится прорваться в город, так же из него пытается вырваться и сама река Нева, напирая на ботапорты с противоположной стороны. Сам ботапорт не смог бы удержаться на плаву при возникновении таких больших нагрузок. Его необходимо было дать ему какую-то точку, на которую он бы потом все эти нагрузки передавал. То есть сначала все нагрузки воспринимает ботапорт, и потом через раму и шаровый опор он передает уже на берег. Это сделано для того, чтобы у нас это сооружение было здесь всегда и никуда не уплыло, ни в коем случае. Шаровая опора, несмотря на свой незначительный по сравнению с ботапортом размер, один из центральных элементов затвора. На нее приходятся все основные нагрузки. Перед угрозой наводнений ботапорты закрывают заранее. Нева стремится прорваться через них в Балтийское море и давит на затворы с силой 5000 тонн. Именно такую нагрузку принимает на себя шаровая опора. Когда со стороны Финского залива приходят наводнения, главное давление на ботапорты оказывается с внешней стороны. Но конструкцию не сносит к берегам Петербурга, потому что шаровая опора выдерживает нагрузку до 11 тысяч тонн на сжатие. И поэтому они до сих пор стоят на месте. Шаровая опора представляет собой сферу диаметром полтора метра. Масса ее 155 тонн. И сам шар сделан из легированной стали, в состав которой есть и хром, и никель, и молибден. Шаровая опора находится на устоях сооружения, на береговых устоях, бетонных устоях армированных. Поэтому таким вот образом мы все нагрузки снимаем и все передаем на береговые сооружения. Когда нагонная волна отступает, в ботапортах включаются насосы и выкачивают из балластных цистерн всю воду. Ботапорты снова всплывают, чтобы можно было открыть судоходный канал. В период наводнения, как правило, вода со стороны Финского залива будет выше, чем в Невской губе. Мы дожидаемся, когда вода в Финском заливе сравняется с уровнем в Невской губе. И только после этого начинаем открывать затворы. Для того, чтобы не получить гидродинамический удар по той конструкции, которая у нас здесь имеется. Ботапорты не просто металлический щит. Внутри каждого несколько ярусов технологических помещений. Здесь есть своя система энергоснабжения, освещения, пожарная сигнализация. Во время наводнения внутри ботапортов всегда дежурят специалисты. Они контролируют работу затворов. Клапаны слива балластных цистерн открываются. Наблюдаю сплоть ботапорта. Чаще всего наводнения в Санкт-Петербурге случаются поздней осенью. Но бывают случаи, когда нагонная волна приходит в город и зимой. Она наскакивает на лед и на огромной скорости несется к городу. Либо волна может пройти подо льдом Финского залива и взломать его в районе Невской губы. Гидротехники до мелочей просчитали возможность закрытия канала зимой. Ботапорты способны прорубать лед толщиной 50 сантиметров и садиться на порог так же, как и летом. К зимним условиям подготовлены и тягачи. Вместо обычных рельсов они поставлены на так называемый цевочный путь. Даже в случае гололеда они надежно цепляются зубьями за цилиндр на рельсах и не проскальзывают. В самих ботапортах одно из главных мест отведено системам обогрева. Воздушные нагреватели расположены здесь практически везде. В зимний период времени нам надо обеспечить работоспособность систем автоматизации и энергоснабжения. Там есть свои требования по температуре в шкафах. А во-вторых, это для того, чтобы не было обмерзания. Потому что когда у нас тут большие осадки, снег, лед, что-то еще. Если, например, мы выходим туда в пролет и садимся на порог, то сразу же образуется припай льда на переборках ботапорта. На его Невском борту, на его Финском борту. И если мы получаем этот припай льда и получаем какие-то большие снежные покровы на верхних палубах, мы получаем сразу же какие-то лишние массы, которые нам будут потом мешать при операции всплытия и заведения ботапортов в доковой камеры. Во время проектирования и строительства комплекса гидротехниками были проведены тысячи испытаний. Они доказали, что комплекс сможет сдержать на подступах к городу даже самую мощную нагонную волну в любое время года. Но главную проверку на прочность преподнесла защитным сооружениям сама природа. В декабре 2011 года, спустя несколько месяцев после открытия комплекса, прошло его первое боевое крещение. Он отразил натиск нагонной волны, грозившей городу огромным ущербом. Это по продолжительности самое большое наводнение было с двумя пиками. И уровень перед комплексом защитных сооружений поднимался до метра девяносто трех, что если бы не были закрыты затворы, было бы в городе более трех метров. Это была бы катастрофическая наводнение. 25-километровый искусственный барьер на пути стихии, плавающие затворы, ботапорты – все это лишь малая часть системы защиты города от наводнений, в которую входят и десятки других сооружений. Второй судоходный канал, водопропускные сооружения, километры технологических подземных галерий – у каждого из них своя роль в защите города. И об этом мы расскажем в следующем фильме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова